Вот поколение пошло, все им вечно не так. Придумали себе новых проблем. Вот в наше время такого-то не было. Я вот вырастил своих, а ты ночь без конца. Господи, да нет никакой депрессии у матерей. Есть. И это не выдумки. Послеродовая депрессия существует. Она может переявляться у любой мамы. Замужней или одинокой. Многодетной или мамы первенца. После того, как ребенок появился на свет, уже в течение первых дней и даже часов, ты можешь чувствовать грусть, апатию, меланхолию. Это состояние называют послеродовым блюзом или бэби-блюзом. Его пик наступает на четвертый-пятый день, но длиться он может до двух недель. Что-то подобное испытывают до 85% рожавших женщин. Лучшая помощь при послеродовом блюзе – поддержка. Если в течение полутора месяцев симптомы не исчезают, расскажи родным и обратись к семейному врачу. Симптомы послеродовой депрессии схожи, но они более яркие и длятся дольше. От нескольких недель до нескольких месяцев. И развиваются постепенно. Поэтому со стороны их бывает трудно заметить. А ведь после родовой депрессии подвержена каждая восьмая мама. Хорошо, давай тогда разберемся, как проявляется депрессия. Человек обросает из крайности в крайность. Мама часто плачет, переживает, что недостаточно хорошо справляется с обязанностями. Бывает и вовсе отказывается ухаживать за малышом. А может наоборот – злиться или быть безразличной. Женщина постоянно чувствует усталость, а ночью не может замкнуть глаз. Или наоборот – очень много спит. Повышенный аппетит или его совсем нет. Присутствуют мысли о суициде. Еще раз, все эти симптомы могут проявляться постепенно. Поэтому важно, чтобы рядом с женщиной были те, кто может заметить эти изменения. Чтобы не оказаться один на один с депрессией послеродов, помни эти правила, а лучше запиши. Говори о своих чувствах. Проводи время с близкими. Спи, когда спит ребенок. Не забывай есть. Найди время для себя. Не бойся просить помощи. Где ее искать? У семейного врача. Психиатра, которому можно попасть без направления. И вот тебе несколько очень важных контактов. Я советую тебе их сохранить. Вдруг пригодится. Самый тяжелый случай – послеродовой психоз. Проявляется у одной или двух женщин из тысячи. Внезапно. В течение первых двух недель после родов. Симптомы – дезориентация, неорганизованное поведение, заблуждение или странные убеждения, галлюцинации, мания, паранойя. В этом случае звони 113 или отправляйся в ближайший пункт неотложной медицинской помощи. И самое главное – помни. Обратиться за помощью – не стыдно.